доброго времени суток с вами снова билли и вы уже наверное слышали как котик во время загрузки экрана урчал это было прикольно мы возвращаемся в игру под названием stray будем продолжать играть за вот этого милого пушистого рыжего котика и помогать нам этом будет милый дрон под названием b12 или в 12 наверно бы все-таки вон он выглядывает из кабинки на спине нашего котика вот и мы закончили на том что мы собрали четыре записные книжки некоторых людей ну и вот этих вот существ роботов под названием аутсайдеры и вот один из них и он нам дает задание ты единственный кто достаточно мало быстро чтобы увернуться от зурков ты нужен нам маленький аутсайдера помоги нам увидеть небо вот и нам нужно куда-то отправиться какую-то штуку куда-то отнести по моему да ну кааа куда на крышу вот на ту получается на ну посмотрим давайте попробуем раз он так говорит значит это нужно так и так понял реально на вон ту крышу большую надо отнести какой-то предмет а я его взял крыши так ну здесь мы можем вон зурки я так понимаю это вот эти существа нам нужно мимо них проскочить а как мета пройти сюда так игра кстати пока я в нее вот играл все это время мяукните чтоб привлечь врагов отвлекли и бежим все на юбочка произошла так а куда нам дальше-то ай-ай-ай-ай-ай-ай бежим бай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай фух нет 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 блять а куда бежать то я чё-то этот момент немножко упустил подупустил я моментик наверное вот сюда опа и мой катаски пришел тоже сюда фух оторвались я думал все каюк мне так нам вроде бы туда подбегут за мной твари наебали теперь идем сюда на ебочка произошла есть так мы справились успешненько это прям салочки какие-то у нас тут код а пульта получено достижение интересно за что я его получил так микросохранение а куда дальше чапать запомнить оба воспоминания или это просто запомнили город полон неоновых огней так было не всегда раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии особенно в трущобах но люди не могли смириться с постоянной темнотой однажды кто-то включил радужные лампы неоновые вывески по всему дому этого человека схватили и больше его никто не видел но это вернуло людям надежду вскоре все начали зажигать огни в своих домах угнетатели ничего не смогли с этим поделать так люди снова могли увидеть цвета как в аутсайде я думаю это помогло интересно конечно я не думаю что здесь прям раскроют весь этот мир ну знаете как-то прям жестко что мы поймем из-за чего ну что случилось с этим миром сомнение у меня что будет прям вот так но во всяком случае некоторые моменты мы должны будем понять всяком случае котика спасти надо будет а зачем я сюда запрыгнул зачем авто так но судя по всему мне надо вот туда а надо было просто еще раз прыгнуть на эту балку так скорее всего на дакар и и подкрутить поближе вот так и теперь с нее прыгать да блять а или вот туда мне надо а походу мне вот туда надо мне же на эту крышу но поесть прогресс и и мое как же это опасно ну братан ты конечно паркур ты конечно не он силен прям блять не красавчик катаски я буду называть его так же как своего кота катаски каком назван как вам кличка моего котика из наруто упадение ящики взломать дверь взломали поэтому и закрыли со самбо я кстати не знал что не надо сделать так но блин вот гемморта а у меня получится их закрыть блин что-то я накосячил конечно что-то не то наделал я бежим есть как поступить мне лучше думаю мэйби тут за мать пускай не здесь пройдут блять все нормально все их тут нет да фух ну все отлично это гораздо проще было чем я начал делать а мне сюда или не сюда мне кажется мне не сюда мне кажется мне вот туда надо и давай давай сейчас на нее потом наверх блин интересно будут ли боссы в этой игре какие-то будут ли у меня вообще возможности новые технические какие-то б-12 же скорее всего что-то еще придумают оба сохранение для чего могла какая-то дымка вокруг все в этой жидкости но слизи в этой ужасной там очапаем мы продолжаем идти вглубь этих ужасных районов захваченных зурками ну ка проверил запись вроде все окей то бывали у меня моменты когда записываешь какой-то шедевр по типу этого а потом об и какой-то косячок так мы по ходу нам сюда опачки ё-моё тут все пропитана этими зурками тут все играли в прототип когда-нибудь или фильмы про карнажа смотрели похожая ситуация как будто все в симбиотах или не знаю в этом или может быть очень странные дела смотрели сериал там тоже блять подобная хрень появилась так но сюда вряд ли они залезут может и залезут так но с виду они там остались за забором здесь есть новые тварины мяу сюда есть ну блин вроде бы не проблема от них уворачиваться но при этом проблем от них тоже они мало от этих зурков особенно когда они толпой набрасываются я тогда помню когда убегал от них впервые я что-то попался они меня схватили суки так мне надо тут что-то сделать да или не надо показывает что мне надо к ним и открыть дверку и и забрать оттуда мэйби этот походу да они за мной убегают я от них тоже убегаю только заговорил про это и меня поймали а почему я не смог дальше пройти капец обидно я понял их надо оттуда выманить и надо опять залезть туда и закрыть дверь и наверное будет все окей но я не смог их выманить точнее выманить смог я не смог уйти от них незамеченным так все окей гляне не все вышли отсюда ну-ка а в этот раз все все наконец-то мне вот так надо и кажется нет зря я дверя 5 закрыл дать мне надо ее сюда просто выкатить теперь сюда так а там что то есть интересное кстати там пропустил моменты возможно там что то есть хорошее там что то можно запомнить по моему нет давай запоминай нео корпорейшн это походу организация которая за всем стоит как обычно корпорация а не к они отвечали за утилизацию отходов когда мусор с верхних этажей переполнил трущобы они попытались разработать бактерии чтобы его растворить после исчезновения людей бактерии мутировали выросли стали пожирать не только мусор так и появились зурки вперед а вот когда же то есть реально эта компания за всем стояла а почему люди исчезли что вызвало исчезновение людей блять там тоже зурки эти мне явно сюда куда-то еле-еле оторвался бля как же он высоко прыгает код ты прям красавчик но мы сбежали от них потихонечку мы уже подбираемся к этой крыше надеюсь спускаться самому не придется мэйби что-то там как-то спустит мне папа лифт а лифт привлёк внимание бегаем бегаем нереально от них надо бегать все это теперь бля как же их много становится не не ой комон они сожрали катаски ну за что ну почему они добавили настолько милое существо и настолько мразных антагонов врагов антагонистов антагонисты даже враги по моему а я не могу куда-то залезть тут нет пока они тоже блять хуйней страдают блядь походу не могу надо полностью круги на наяривать от них и резкие повороты делать резкие прям помогают бать прыжки какие у них мразные живем хилимся живем гайз хилимся живем дред черепаха давай живем всего на из мы живы мы живы все самбо они же они могли спуститься сверху на самом деле когда у них была такая возможность они спустились все вниз и все уже все же Titanic мы чого суки q посвятить там ворки ворки тоннте смотрел мультик протяжена там был в Year был макак который пугал всех остальных просто кричал так и вот мы на месте мы на вершине этой башни и башни и что мы тут делаем используем предмет что мы должны использовать ноты прямо передачи давай и чё и чё а он чё у полу по что за лампочки почему не так поэтапно загораются одна низа не зажглась по моему ну да ладно мы исправились заданием теперь а вот спуск как раз быстрый emergency спуск это отлично что не придется по-другому смотри какой вид отсюда выглядит очень красиво я вспомнил город он должен был стать убежищем но не стал те огни похожи на звезды но это всего лишь фонари на герметичной крыше закрывающий город люди построили эту оболочку чтобы защитить себя от аутсайда но это им дорого обошлось отсюда выхода нет а вот сайт был ужасным местом совершенно бесплодным непригодным для жизни и опасным если ты пришел оттуда значит там снова безопасно и я обещал не просто пойти в аутсайд и обещал открыть город я до сих пор не понимаю почему одни воспоминания возвращаются ко мне а другие нет но теперь я уверен что это мое предназначение я должен открыть город давай вернемся и найдем мама теперь когда мы подключили прием передатчик можно надеяться на помощь ну давай сейчас узнаем и про остальных аутсайдеров что с ними стало мне кажется они по моим могли и погибнуть на самом деле сейчас мы об этом узнаем шо меня сразу к мама перенесут чешо надо умывашечки умывашечки трущобы часть 2 почему мячик пропадает периодически а он складывается наверно просто аутсайдеры где мама его там не распяли на кресте случайно что-то нету мама и мама носки смотри записка маленький аутсайдер если ты это читаешь значит ты еще жив отлично я отнес кое-какое оборудование в бар чтобы воспользоваться их антенной давай встретимся там я заблокировал окно но код чтобы его открыть очень простой это вот и уебан будь внимателен кучу свидетелем к регистру увидимся в баре мама должно быть это код от окна возле входа вперед ну пиздец ну и такой простой давай откроем это вот замок для окна а код мне кажется это была буква h ой прости ладно попробуем еще раз а потом было о или 0 сейчас посмотрим успешно сработало мама ждет нас баре он издевался надо мной робот он же робот у него памятного хотя у нас памятью проблемы да так а где тут бар бар должен сиять мэйби бар внизу вот там вывеска какая-то присутствует мэйби спросить у кого-нибудь где бар и она этих не спросишь от эти кончены че узнаем прочь тыщ мячик для скинул мяч так как не спрыгнуть а вот так ондер еще вниз и вот мы на месте а вот он мама эй маленький пушистик иди сюда мне удалось поймать сигнал ну пойдем аккуратно и да запрыгнул давай посмотрим смогу ли заставить эту штуку работать почти получилось прием меня кто-нибудь слышит прием дамы тебя слышим мы из трущоб мы пытаемся отсюда выбраться и погоди это ты с болтазар мама я не могу поверить я так рад слышать твой голос с болтазар ты где остальные в порядке да мы в безопасности мы нашли путь наверх не буду я помехи имитировать прием ты все еще меня слышишь чтобы добраться до нас тебе нужно пройти через канализацию очень опасно везде зурки канализацию но как прием черт сигнал пропал не могу поверить болтазар жив ему и другим аутсайдером удалось подняться по канализации канализация самое опасное место в трущобах но если сбок тазар выжил то и у нас получится шеймус вам ни за что в жизни не пробраться через канализацию там все киши дурками они быстро с вами расправиться особенно с тобой малыш многие уже пытались прошлом ничем хорошим это не закончилось в любом случае я тебя предупредил твои дела меня не касаются ну и пошел ты нахер козел шеймус его отец док был великим ученым он разрабатывал какое-то новое оружие для борьбы с турками несколько лет назад он отправился тестировать устройство и так не вернулся с тех пор ему сам на себя не похож оружие против зурков шеймус не слушай его он просто напуган как и я раньше если док создал оружие это наш пропуск к аутсайдером в своей записной книжке док несколько раз упомянул секретную лабораторию должно быть именно там он над этим работал в квартире шеймуса может быть подсказка за мной и шо мы сейчас ворвемся к шеймусу нужно не будет рад что мы к нему ворвались а тут мэйби есть что-то интересное у них тут в баре папа запомнить они действительно это потребляют их первоначальный дизайн не включал все пищеварительную систему может быть они каким-то образом эволюционировали подражая людям думаешь мне стоит попробовать что-то из этого не хочу показаться неуважительным к их обычаям это срать на обычаи к вообще волнует обычаи вот люди решили для себя что что-то обычно ну и срать на это мне лично было бы насрать так ну вроде что-то нашли познакомиться били о салам алейкум тезка ты чего-то хотел нет не хотел так чего меня ждет или нет менящик прачечная дизайнер бабушка программист или эллиот блять я проебал а вон он пойдем пойдем я рядом даже мил мяукну тебя а ты кто золу и этим ребятам лучше перестать ронять ведро с краской иначе косма разозлится косма ой это я сделал давай веди меня молодой человек в халатике соломенной шляпе перевести объявление еще но ты для игры на гитаре чтобы поднять настроение если найдете принесите мне я живу рядом с лифтом шеймус открывай ну же твой отец хотел бы нам помочь что это знаешь что ж этого следовало ожидать шеймус очень переживает из-за отца он бы больше и слышать не хочет об аутсайдерах мне он не поможет но вот тебе кажется у меня есть идея пролезть к нему а тут есть проход я понял хорошая идея вот возьми записную книжку дока и покажу ее шеймусу он мне отдал она содержит много информации которая надеюсь подействует как электрошок найди секретную лабораторию маленький аутсайдер я пойду обратно в бар чтобы попытаться восстановить связь с остальными ну окей и чем и тут папа и что ты что здесь делаешь я же говорил пробираться через канализацию самоубийство оставь меня в покое давайте ему покажем как нам сказали что это погоди это моего папы угу я и не знал нашей квартире есть тайная комната но где ну вот явно чё-то тайна плевасу с краешку опа а вот и код использовать цифровой код где может быть код скинем все на хуй ему вот здесь код записан время покажет время мы бить за часы есть какие-то он часы есть 2511 мы бета 225 11 опа это было не не сложно ну шо пойдем первый раз вижу эту комнату не могу поверить что ему удавалось скрывать ее от меня все это время схемы должно быть для его оружие против зурков папа всегда скрывал над чем он работает он сказал что в теории оружие должно работать но его нужно испытать в реальных условиях он ушел из поселка и так и не вернулся а это пойманные зурки он их исследовал сенсация робот с news внимание контроль над зурками потерян теперь они едят металл да уж наблюдение приятные звуки приятные звуки но полное отсутствие дружелюбия старые бактерии человеческих времен поедают все виды материалов совершенное зрение в темноте реагируют на интенсивный свет а так мэйби фонарик для них нужен просто сильный а мэйби нет а тут чё я чё-то скинул не пойму чё перевести дефлюксор схема дефлюксора концепция световой пистолет низкий приоритет внешний вид размер мощность шума в децибелах высокий приоритет испытание в реальных условиях цель уничтожить 20 дурков в секунду 20 в секунду неплохо кстати звучит а шо вот там ни хуя а где он ну-ка нашел здесь что-нибудь интересное пока нет а вот еще коробка давай тоже скинем а взять сломанный трекер и лёв да нашел погоди я это раньше уже видел это его трекер папа всегда использовал трекер чтобы видеть где нахожусь может мы сможем при программировать трекер чтобы понять куда он ушел не могу поверить что папа все еще может быть жив я так скучал по нему тебе нужно оружие против зурков верно мой папа точно взял его с собой нужно только починить трекер чтобы его найти кто-нибудь в трущобах тебе поможет иди за мной и открою тебе дверь кто-нибудь тебе поможет иди блять найди за заебись помощь это так ты папу хочешь увидеть своего ой я думаю не уебешь с дверкой так как тоже мне поможет мы должны починить трекер давай скажем покажем его жителям трущоб может быть не направит нас по правильному пути ну давай тут вот был в углу какой-то чинчерлик мобилон шарит в ковбойской шляпе золы что это за штука трекер я ничего не знаю высоких технологиях спроси в баре ну пойдем в бар окс там и бы найти этого гитариста я тебе но ты принес братуха братуха вот спасибо за мелодии буду практиковаться думаешь ты можешь найти еще могу конечно смотри смотри баллада об одиноком роботе думаю я могу это сыграть смотри давай окей драматично прикольненько давай еще одну братуха ну а мне нравится чисто чувак с гитарой дредами ищет музыку а я буду подпевать прикольно давай есть еще одна практикуйся практикуйся да я нашел тебе еще одну давай немного важной информации это было написано по известному алгоритму ну давай послушаем полежим рядом ну это что-то скучненькое ну типа та была грустненькая но хотя бы мне она понравилась а это что-то такое это что-то на фоне должно играть ну или это типа музыки которая играла время прохождения самой игры ну-ка мэйби ты шаришь проверить электрический кабель привет я торговец на рынке азус ты даешь мне что-то а я даю тебе что-то взамен все очень просто набор электрических кабелей лучшие на рынке я меняю это на моющее средство супер спирит это лучшее что я могу сделать это ноты прекрасная работа очень известного музыканта одна банка энергетического напитка понял а это что это древняя реликвия свидетельство таланта наших предков это будет стоить три банки энергетических напитков рынок ну хотя бы теперь буду понимать где тут рынок нам повезло что у нас есть предметы которые помогают защититься от дурков трущобы таят в себе немало угроз подготовка самое важное о классно ты нашел это здесь его надо починить возможно элиот тебе поможет ху из элиот блин ну это что-то молчит сложно на него навестись салам алейкум джаукси только взгляни на и все эти замечательные вещи которые попадают в наш мусор несметные сокровища непременно навести меняльщика у него всегда найдется что-то для каждого ну ладно хранитель юрис ты нас так напугал мы думали что ты зурк он их тут оберегает что ли ну ладно валим отсюда пойдем в бар мэйби там есть какой-то элиот а я не помню где бар кстати так а ты кто тэдди этот шкаф мне этот шарф мне связала бабушка смотри какой красивый она так хорошо вяжет билли момо джейкоб ты здесь новики чем я могу помочь какой красивый предмет и редкий к тому же я знаю парня который чинит подобные вещи он очень талантлив просто немного ну сам увидишь его зовут элиот его офис находится слева отсюда рядом с магазином которым заведует бабушка на двери повсюду висят таблички слева это на выходе или вот туда бабушка мэйби нет типа выходишь и налево мэйби вот это познакомиться бабушка я очень люблю вязать я уже связала шарфов на 769 километров так чтобы занять время если принесешь мне кусок электрического кабеля я смогу сделать тебе пончи ты меня вдохновляешь но найти подходящие материалы здесь нелегко о таких вещах тебе следует поговорить с элиотом он настоящий гений электроники он живет вот там ля можно потереться ля ей понравилось хе-хе-хе дизайнер бабушка так магазин электроники где ты магазин электроники ты элиот рози не хочу читать что он там говорит давай потом мэйби к нему придем я хоть туда пришел я отсюда уже приходил это по моему не то место да блять и где мне этого элиота найти элиот 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 нет это просто заколок познакомиться рико с тобой всегда происходит странные вещи приятель я боюсь уходить из поселка это слишком опасно кроме того только хранитель может открыть эту дверь а да зак оставил это на улице а на следующий день зурки сожрали целиком и полностью с ума сойти я могут с они могут есть все а конечно это неприятная ситуация когда какие-то зурки съедают твои вещи ебаные пожиратели так меняльщик прачечная дизайнер программист элиот это последняя программист элиот это дизайнер бабушка значит программист элиот где-то здесь должен быть ну что то я не нашел тут никакого программиста ищу робота способного контролировать южный вход безопасную зону вознаграждение 2 литра массового с юба в день просьба обращаться к хранителям объявление программист элиот направо сюда что ли лучше по ходу да не на это я видел уже нет это я пришел к этому опять бля и где мне его найти этого элиота это указатель вроде бы показывает что сюда и направо так я тут был уже нинго мэби наверх куда то надо пепси слушай мэби правда наверху где то гептор мээ не ну не факт что наверху я найду его но все таки блять да как же сложно где этот программист тракторист аутист я шо думать сюда пришел бабушка блять какая то ну привет это ты ты выглядишь странным и миленьким но что-то в тебе есть ясно ясно он знает про дока дедуля где же мне найти его нова программиста аутиста программиста а а а а а а чуть не шлепнулся ну-ка кори бабушка шила мне эту одежду довольно стильно не так ли не так ли поцарапай его дверь там справа а справа программисты эллиот стучите дверь или ждите пока вам откроют а блять а я не видел а ловно войти здравствуйте здравствуйте вы программист я войду и чего как мне с ним пообщаться привет тебе нужен эллиот он вон там а ну пойдем взять ноты спиржена он решил навести тут беспорядок окей нам сюда а это шо его сожительница ля это я чисто стримлю всем привет с вами эллиот познакомиться да чем могу помочь у него странная ебало у него другое ого отличный трекер я знаю эту модель это tochimo br2000 с помощью этого маленького гаджета можно отследить любого можно я знаю как его починить но когда я так дрожу я даже клавиатурой пользоваться не могу не знаю заболел я или еще что но я чувствую себя неважно я не могу работать когда так дрожу думаю мне нужно одеяло чтобы я мог починить трекер где мне блять найти одеяло надо к бабушке пойти сходить коты выпусти блять нахрена вы закрываете тогда нас запрограммировали быть рабами но уже 2 миллиарда дней у нас есть душа надеюсь что когда-нибудь аутсайдер найдут выход из этого ада мама так выходим бабуля одеяло надо так мне мне пончо не надо мы бы кого-то из них попросить одеяло ты что-то хотел мы без поговорим с b12 а нам кабель надо найти исследует расчёбы кабель ну был кабель у меня вы может у него спросим не вот я нашел кабель у меня нету моющего средства да и вы нам найти моющее средство хочет поговорить в прачечную а как нам попасть внутрь а где прачечная так пойдемте к указателям я вот чисто навигатор прачечная ну-ка прачечная это супер спирит так вот это вот туда где еще указатели вот вроде вывешены белье вывешено супер спирит пауэр давай почешемся мэйби поскребемся мэйби нас пустят так это ты один из нарушителей спокойствия играющих с ведрами с краской на крыше убери краску я устал чистить крыльцо ильза наводимого того беспорядка а я ж тогда до хрена этих скинул банок с краской и опа уронили уебаны так идем вниз раз там открылась дверь конечно некрасиво поступили но не назад а вот сюда теперь сюда и сюда по малейкум есть моющее средство а если найду вот вроде что то есть это возможно не то что мне надо блин а где что то я ничего не вижу полезного а вот пиздим окей спизжена тупо шансон надо подрубать типа вор в законе вся дерьмо вся дерьмо забирай давай нам кабель сюда давай вот держи есть у нас есть кабель так теперь пойдем к бабушке правильно а где у нас бабушка еще бы помнить по моему куда то вот сюда надо да вот она бабуль давай давай нам благодарю мой дорогой я немедленно приступаю к работе сделает нам одеяло или пончо я бы хотел пончо получен новый предмет пончо что мы не будем его носить придется отдать этому он просил одеяло давай отдадим одеяло ему где-нибудь найдем а пончо себе заставим ну блин ладно где там этот юный хацкер держи о где ты это нашел выглядит просто потрясающе дай-ка примерю ну примеряй я думал реально наденет смотри дрожь прошла я снова могу работать спасибо теперь точно смогу починить твой трекер дай взглянуть просто нужно обновить и еще кое-что вуаля починенный трекер ну вот малыш надеюсь ты найдешь того кого ищешь удачи пафыба пафыыба пафыба 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 а ну открой срать хочу выпусти давай и наполнитель мне поменяй так куда мы теперь с трекером мы что хотим сделать кажется трекер починили давай покажем его шеймусу а ну давай шеймус где мне шеймусы найти я уже не помню так 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 это не оно это не оно это не оно это не оно вот оно и шеймус шеймус держи тебе удалось починить трекер ну конечно получилось ты его починил молодец давай сюда ну на хэлло Мото фаза моторова у него есть сигнал неужели папа действительно жив не могу в это поверить Будем следовать трекеру, может быть так мы найдем папу. Ну пойдем, веди нас. Вообще, коты не очень любят ходить за кем-то, потому что им так сказали, они ходят за кем-то только если сами хотят. Теперь, когда мы починили трекер, давай найдем Шемус. А, так ты вот это мне хотел сказать. Где же у нас батя? Мне кажется, хранитель это тоже не очень-то прост. Что-то он покраснел, кстати, мордочка у этого Шеймуса. Ну вот, он действительно ушел из трущоб. Там опасно, но я должен быть уверен, мне нужно знать. Вперед. А, мы покидаем трущобы. Ага. А нам можно открывать эту дверь? Ух ты ж е. Может он даст трекер нам, а сам останется? Ну, я так понимаю, он действительно останется. Нет, он пошел с нами. Конечно, он на очке, но я бы тоже был на очке. А где трекер? Почему ты его в руки не взял? Только посмотри на все эти яйца зурков, они же нас сожрут. Нет, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Вот возьми этот значок, папа его узнает. Он поймет, что ты друг. Значок аутсайдера. Я открою тебе дверь. Ну, погнали. Так, и что это за место? Опа, очистные, какая-то стена огромная. Тун-ту-рун-тун. Тун-ту-рун-тун. Тун-тун-тун. Так, ну сюда походу... А, можно что-то запомнить. Смотри, какая огромная стена. Я помню, это был символ, отделяющий жителей трущоб от жителей Минтауна. Это и тот факт, что они продолжали бросать сюда свой мусор. Это ужасно. Может быть, именно поэтому у них ничего не получилось? Ща бы понять. Так, тут ничего нельзя запомнить. Тут вроде тоже тупик. Новая эвакация. Ай-яй-яй, шлёпнулся. Ясно, это ту-ду-ду-ду-ду-ду-ран. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ран. Бежим... Не поймать вы меня. Собаки. Петляем, 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 петляем. Давай, давай, давай. Нормально, нормально. Опа. Опа, опа. Америка. Европа. Давай, давай, беги, беги. Заворачивай. Наебка, наебка. Ай-яй-яй, нет, мне не сюда, мне не сюда. Мне вот сюда. Но они меня тут догонят. Бежим, 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 бежим. Так, ну вроде как я оторвался. Фух. Я красавчик, получается? А зачем я этот круг сделал? Опа. Не дотягиваюсь. Надо еще раз прыгнуть на эту балку. Вот так. Отлично. А я не могу, я могу этой хренью управлять? Походу нет. Мяу, ёпта. Это было больно. Но кошки всегда приземляются безопасно, поэтому... Ты в порядке? Ничего себе падение. Дог должен быть где-то рядом, осталось совсем немного. Что-то хром... Я хромаю. Лапку повредил, походу. Сейчас залижет и все нормально, да? Ясно. И правда. И шо, и где мы? Кудой дальше? Кудой? Тудой. Опа. Кого-то нашел. Запомним его. Ученый, на которого я раньше работал, всегда говорил, что после выхода на пенсию, хочет жить в маленьком загородном доме и рыбачить целыми днями. Конечно, в городе это было невозможно. Это никому не удавалось в течение как минимум 100 лет. А что если, когда доберемся до аутсайда, найдем себе маленький дом с удочкой и кучей книг? Это то, чего так хотел ученый. Но сначала мы должны найти дока. Ну, можно тут поливать. Пристроился такой. Я спать. Заворчал. О, камера отдаляется. А почему? Какой-то вид покажут. А я не знал, что у каждого места вот так вот может быть. Релаксирующий музончик. Такая гнетущая атмосфера тут, конечно. Тур-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру. Ладно. Пойдем дальше, я думаю. Потяну потягушечки. ой а это просто манекен я подумал мэйби это не просто манекен так нам что получается не сюда надо было куда-то сюда там просто отвлечение дабы воспоминания все его забить нам сюда нельзя хор нет значит нам сюда мячик 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 так а шо у нас тут тут прачка было судя по стиралкам и тут похоже раньше тоже жили люди ну вот эти существа роботы вот эти но зурки сделали это место непригодным для жизни куда чапать то слегка не понимаю я реально не понимаю куда идти к сожалению сюда нельзя а тут это дырочка есть оказывается можно провозить однако мне это ни о чем не говорит на ту сторону мэйби мне надо а вода проход есть вот проход проход блять тут есть полно этих зурков так и куда мне тут можно залезть да можно давай катаски к так баски катас . блин очень не нравится это место не хотел бы я тут набрести на кого-то неприятного куда и тут вряд ли кто-то живой будет на кажется так как куда дальше сюда мы а вот что то есть у по домик квартирка в которые есть в клетке зурки есть лестница вниз тут сперва давайте периметр рассмотрим мэйби чё то есть стол на котором ничего нельзя перевести тогда идем вниз любопытненько опа ты живой это док салам алейкум фото обосрался нам пора назад будущее рик погоди ты не зурк кто-то на тебе мой значок откуда он у тебя тебя послал мой сын о шеймус мой умный мальчик я здесь один уже целую вечность пришел сюда чтобы протестировать дев люксор но все пошло не по плану как я хочу вернуться домой я очень скучаю по сыну если хочешь можешь осмотреть дом но я понятия не имею как выбраться из этого места запомним я видел таких людей в костюмах они были маленькими постоянно бегали вокруг и шумели о да теперь я вспомнил это были дети с ними улицы казались гораздо более оживленными несмотря на трудности которые они приносили взрослые казалось их очень любили до говорит что скучает по шеймусу это тоже самое плюс еще воспоминания ну-ка развалил все как обычно опа это дефлюксор эй осторожнее с дефлюксором при полном заряде он вызывает зурков как конфетти для работы этой крошки требуется 1,21 гигаватта электричества единственный источник энергии способный его создать это генератор за домом проблема в том что он не запускается наверное перегорел предохранитель а учитывая что все вокруг кишит зурками выйти наружу чтобы его починить для меня слишком опасно и не такой быстрый как ты если доберешься до генератора и заменишь предохранитель я смогу перезарядить дефлюксор иди за мной я покажу что делать ну пойдем опора какая-то ща пойдем только я тут еще не все обследовал тут есть еще воспоминания блин ну вроде нет ладно пойдем я иду рик вот держи предохранитель он совершенно новый получи новый предмет генератор включается громко так что жди зурков как только починишь генератор я смогу зарядить и запустить дефлюксор следуй за этим кабелем замени предохранитель и возвращайся удачи окей пойдем за кабелем так ну кабель был на той стороне это я помню ну-ка а вот ну-ка все надо бежать сразу бежать надо ща прибегут тварины ляпы вывазили ля он их убивает прикольно бежим ну-ка ну как так ну блин он же должен был меня прикрывать ну-ка как мне к нему вернуться спасай меня спасай 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 массой давай давай защищи меня ощущай блять не не сюда а куда мне тут есть еще враги с виду нет все я на месте ура ты справился ты ничего не говоришь братан отлично ты включил генератор видел какая мощная штука этот дефлюксор он точно поможет нам выбраться отсюда погоди возможно я смогу установить дефлюксор на твой дрон давай а дрон не против сработала дефлюксор установлен на твоем модном дроне модном он не предназначен для работы от такого маленького источника питания если использовать его слишком часто он может сломаться только помни это не игрушка а теперь пошли в поселок я возвращаюсь домой сын для гайс у нас появилось теперь оружие чё нам за ним надо идти или чё а он дверь откроет мэби он тут сидел кайфовал уничтожь всех зурков чтобы мы могли пройти лб ухты отлично работает но как я подозревал он может пригреться если это произойдет дай ему немного остыть надеюсь этого хватит чтобы добраться до поселка ну блин теперь хоть какое-то оружие появилось помимо обычного фонарика теперь у нас есть ультрафиолет я так понимаю ультрафиолет это и есть вся суть солнечные лучи ультрафиолет поэтому они дохнут переключатель не работает похоже электричество отключено ну пойдем поищем так нам вот туда надо я понял могу туда запрыгнуть в ходу нет мне нужно вот это откатить и вот то подкатить но я откатил же или как-то хуево откатил мэби надо влево откатить нет это явно до сюда то блять стой вот так ровно все но это не проблема ща подкатим сейчас залезем там и там мэби сразу включим вроде провода туда смотрят хоба то блять ну что ж ты такая проблемная хрень папа папа провод вида провод да видно он найдет куда рубильничек и выходим опа минус 0 и с этой стороны можно открыть получается да блять перегрелся реально блять меня убили о нет черт надо как-то грамотно его использовать получается а нельзя будет потом батарею усилить да конечно неприятная ситуация получилась надо всех тогда собрать да нет 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 бедняжка заплакал блять он перегрелся опять окей бегаем пока есть фух фух пронесло пошли домой ну пошли надеюсь ничего не случилось с домом за это время а то мэби вдруг пока мы тут ходим там на основной город напали всех перебили ну вот эти зурки всякое же могло случиться хотя там у меня у я еще не все забрал еще энергетические напитки не нашел для обмена на некоторые штуки у него а вот и дверка буду заход за хвостом бегать за своим мы вернули а блять это еще нет нет не то но уже рядом все возвращение рика мауртии рик мауртии батя сынку батю сынку ну это хорошо отличные эмоции ля общаются с ним охранитель гладит меня я молодец получается спасибо что спас дока маленький друг приятно видеть что шеймос больше не одинок теперь мы знаем что можем дать отпор зуркам мама ждет тебя у канализации док и шеймос выглядят счастливыми кажется мы с тобой сделали хорошее дело да гайз мы сегодня сделали хорошее дело мы помогли соединили этого шеймоса и дока мы поставили приемопередатчик мамовский на крышу чтобы соединиться с балтазаром и мы нашли получили оружие против этих зурков и теперь можем с ними справиться на этом я и на сегодня закончу мы уже так много прошли вполне достойно получилось вот и после после этого мы пойдем уже к momo наверное вот там дальше может быть мы уже предпримем попытку пойти в канализацию дабы выйти в аутсайд так что наверное следующее видео будет посвящено канализации ну рискну предположить а так по факту не знаю ладно гест я на этом заканчиваю ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в сообщество вконтакте и увидимся с вами в следующих видео с вами был били поттер всем пока в следующих видео субтитры сделал DimaTorzok в следующих видео